Словно в сказке километры гирлянд и тысячи светодиодных лампочек, улицы Крымской столицы продолжают готовить к праздникам. Главную елку Симферополя украшает целая бригада рабочих. Обещают, к Новому году она засияет еще ярче. Здесь будет несколько видов гирлянд. Вот эта вот гирлянда называется Бэтлайт. Она уличная гирлянда, у нее потребление не такое большое, электричество. Здесь лампочки, стратоскопы, обычная лампочка, стратоскопы двух видов. В одной ветке 25 метров. Общее количество 250 метров будет здесь. Новогодними красками заиграла и ярмарка в центре Симферополя. В преддверии праздника здесь привычный ажиотаж. Александр Шульгин в торговле 10 лет. Каких только украшений на елку не видел. Чтобы заинтересовать покупателей, приходится следить за трендами. В основном всегда модный желтый цвет. На желтый цвет он расходится быстрее всего. Мы его даже больше заказываем. В этом году вот такого плана еще очень. Модная гирлянда. Шарами, лепесточками она идет. Тоже очень круто. Очень много. Есть разных гирлянд. Есть, допустим, штора. Люди очень любят шторы. Электрические гирлянды. Одни из самых распространенных праздничных украшений. Как на улице, так и дома. Но в неподготовленных руках они могут быть опасны. Нередко становятся причиной пожара. Правда, задумываются об этом далеко не все. Я включаю всегда тогда, когда я дома. И на ночь выключаю. То есть, в принципе, этого, я считаю, для безопасности достаточно. Современное чудо – простая физика. Как никто другой. В этом разбирается школьный учитель Лейла Умбетова. От чего может исходить опасность, знает не понаслышке. Наиболее часто используются параллельные соединения. Так как оно является наиболее эффективным. Если раньше, при условии, когда перегорит одна лампочка, вся гирлянда отключалась, и нужно было потратить массу времени для того, чтобы найти лампочку перегоревшую, чтобы ее заменить. На работу современного оборудования одна неисправная лампочка не повлияет, что добавляет риска. Понять, что случилось, выйдет не у каждого. Причиной может послужить даже скачок напряжения. Эту гирлянду-шторку я нашла дома. Она сломалась, на ней перегорели лампочки. И сгорела вилка, ее пришлось заменить. Конечно, самостоятельно узнаем, насколько это вообще можно было делать. Скажите, пожалуйста, можно ли пользоваться этой гирляндой? К сожалению, испорченные гирлянды дважды использовать не рекомендуется. Уходя из квартиры, вы оставляете включенными эти гирлянды, что небезопасно при вот таком вот самодельном ремонте. Срок службы гирлянд от 20 до 100 тысяч часов, в зависимости от того, насколько бережно с ними обращаться. Чаще всего используют три типа проводов – каучуковый, силиконовый и ПВХ. Первые два прочнее, приспособлены к повышенной влажности и выдерживают морозы. Третий подойдет только для дома. Первое, что нужно сделать, придя в магазин за гирляндой, проверить у продавца сертификацию ответствия. Он – ваша гарантия безопасности и качества. Подтверждение того, что товар лицензионный, прошел лабораторные исследования, и его можно использовать. Выбирая гирлянду, обратите внимание на характеристики, указанные на упаковке. Проверка новогоднего украшения на предмет повреждений обязательно. И напоследок прячьте провода от детей. Не забывайте выключать электрические огни перед сном и прежде, чем выйти из дома. Пусть ваши праздники будут не только счастливыми, еще и безопасными. Татьяна Балыкина, Алим Велиев. Утро нового дня.